КРОПНЫЙ ПЛАН Обувь жмёт, дискомфорт, неприятно не то, что ходить, но и находиться на месте. Давайте поговорим о подборе обуви, о параметрах, о принципах, которыми нужно руководствоваться. Существует несколько критериев, чтобы правильно подобрать обувь. Первый критерий – это выбираем обувь с более широким носом. То есть передней частью обуви? Да, передней частью обуви, чтобы пальчиком было комфортно и ничего не поджимало. Следующий критерий – это выбираем обувь в вечернее время. Так как в течение дня у нас ножки отекают, и если обувь была как раз утром, то к вечеру она может поджимать. Поэтому обувь лучше именно выбирать в вечернее время. То есть если вы запланировали себе покупку обуви на утреннее время, ага, там есть что-то перед работой, да, какой-то момент, то лучше откажитесь от этой идеи. Лучше во второй половине дня. Лучше после работы прийти в магазин «Дороговый центр». Хорошо, два, три, дальше. Также обувь мы подбираем по длине большей стопы. Стопы у нас разные, чаще всего по длине. Одна ножка больше, другая ножка меньше. Как понять, какая у тебя стопа больше? Смотрите, существует специальный прибор, называется он стопомер. Он выглядит как такая большая твёрдая стелька с бегунком и линейкой посередине. Благодаря вот этой линейке мы можем правильно измерить длину каждой стопы. Либо, если такого прибора дома нет, а хочется длину измерить стоп, существует такой старинный метод, когда мы ножки красим какой-нибудь краской, да либо водой можно даже, и ножку ставим на чистый лист. И уже линейкой измеряем, да, получается высшие точки. И смотрим, сколько в сантиметрах у нас стопы. Да, использовать обычную бытовую рулетку или линейку, это не слишком верно? Ну, это, наверное, будет не очень удобно, да, и не очень точно, скорее всего, она покажет. Также здесь учитываем тот факт, что мы выбираем обувь не по размеру, а по сантиметрам. То есть у каждого производителя размерная линейка в сантиметрах немного отличается. То есть 38-й там размер, он может быть как 24 сантиметра, как 25 сантиметров, так и 23 сантиметра. Запутаться можно в этих сетрах, да? Можно запутаться, да, просто обычно люди подбирают обувь именно... Увидели 38-й? О, мой, нужно брать. Но нет, мы смотрим именно на сантиметры. Сейчас эти сантиметры пишут либо на коробках от обуви, либо специальные ярлычки в обуви вставляются. Там тоже написано, сколько у нас длина обуви по стельке. В общем, нужно знать длину. Да, и подбирать обувь по длине. Также важна не только длина, но и ширина обуви, потому что если обувь будет узкая, пальчики будут поджиматься, и будут возникать проблемы. Как мы можем измерить ширину обуви? Ширину обуви измерить просто, когда достается стелька из обуви. То есть мы выбираем, стараемся выбирать обувь, в которой достается стелька. Мы ставим стельку на пол и стоя, именно стоя, а не сидя, когда давление у нас все располагается на стопы, да, мы смотрим, выходит наша нога за пределы стельки или нет. Если нога выходит за пределы стельки, значит, в эти места у нас будет давление, и значит, в этих местах появятся какие-то проблемы. Ну и выход только один – отдавать эту пару обуви обратно продавцу консультанту и просить другую померить. Если клиент хочет избежать проблем, то, конечно. Если клиент… Ну, я понимаю, что зачастую в действительности все-таки предпочитают многие красоту, да, все-таки эффектность, нежели удобство нахождения в этой самой обуви. О чем еще не упомянули? В зимнее время очень важна, из чего сделана обувь, то есть ее подошва. Мы выбираем обувь с хорошим протектором, да, чтобы не подскользнуться в зимнее время и не упасть. Обувь должна хорошо фиксировать стопы, чтобы нога у нас не была постоянной в трении в обуви. Это тоже очень важно. И это не только в зимней обуви, а в принципе… Ну, вообще, в принципе, да. Бывают ведь такие ситуации, когда покупатель пришел в магазин, померил, вроде бы все подходит, все отлично, супер, но прошло несколько дней или, может быть, неделя-две, и что-то не то вот ощущается ногами. Как в этом случае быть? Ну, смотрите, проблема не начинается за один день. То есть, да, обувь может поджимать, давление-то небольшое, но оно постоянное. И если изначально нам кажется, что обувь все отлично, как бы хорошо по ножке сидит, но с течением времени, при долгих прогулках, когда мы целый день на ногах, если обувь начинает поджимать, то, значит, ножки некомфортно в ней. Ножки начинают болеть, начинают болеть ногти, начинаются проблемы. Поэтому такую обувь лучше убрать в сторону. Ну, понятно, почему во многом это происходит. Все-таки в процессе носки обувь может намокаться, да, там у нее растягиваются швы, и она деформируется, и, соответственно, нашим ногам становится там неудобно. Конечно. Ну и переходим к блоку вопросов, чем чреваты, и какие могут быть последствия у таких ситуаций, когда обувь подобрана неправильно. С чем вы сталкиваетесь? Проблем огромное множество. Например, при неправильном подборе обуви, когда идет давление, у нас начинают страдать ногти. Как они начинают страдать? Появляется деформация ногтей, то есть ноготь начинает уходить вглубь валика. Когда ноготь уходит вглубь валика, он может поранить кожу. Это уже врастание ногтевой пластины, которая сопровождается острой болью. То есть клиент испытывает прям боль при ходьбе, либо в ношении обуви. Ну и к тому же это открытая рана. Конечно, а в обуви огромное количество бактерий, и тогда это уже следующая проблема. Какие еще могут быть проблемы? Это анихолизис. Анихолизис – это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа. Он тоже может возникать при давлении. То есть образуется пустота. Чем это чревато? Тем, что, опять же, в обуви огромное количество бактерий, а там благоприятная среда для этой бактерии. Еще могут появиться гематомы. Синяки. Тоже из-за постоянного давления. Из-за постоянного давления, да, вот этой сдавленности вот этой. Все верно. Также могут начаться проблемы и с кожей. Отсюда амазолелости. Амазолелости – это такие желтые пятна, грубые. Они появляются тогда, когда наша кожа защищается от давления. То есть просто так они появиться не могут. То есть нарастает, прям уплотняется, да? Да, кожа начинает уплотняться. Вместе максимального давления может появиться стержневая мозоль. То же самое. Кожа защищается, уплотняется. Возникает такая мозоль с шапочкой наверху. И вот она начинает болеть чаще всего. Также могут появиться трещины, может начаться гипергидроз. Гипергидроз – это у нас повышенная влажность стоп. То есть ножки начнут сильнее потеть. Если стопе комфортно, то этого ничего не будет. Если стопа испытывает какое-то напряжение, давление, конечно, у нас организм будет на это реагировать, и кожа будет защищаться. Как вы начинаете в студии Злобина Нейлс работать с такими пациентами? Пришел человек, и вы видите, что у него проблемы действительно с ногами. Когда к нам приходит клиент, и мы видим какие-то проблемы, то в 80% случаев эта проблема связана с обувью чаще всего. Здесь мы начинаем смотреть носки клиента, правильно ли они подходят по размеру. Смотрим обувь клиента, измеряем ее в длине, по ширине. Измеряем стопы клиента, чтобы понять, что да, обувь подходит. Как раз таки с помощью стопомера. Даем клиенту ряд рекомендаций, чтобы избежать этих проблем, если проблема именно в обуви. Если же проблема не в обуви, мы смотрим, как распределяется давление. Если давление распределяется неправильно при ходьбе, то есть появляются вот эти желтые пятна, да, мозолелости, мы клиента направляем к ортопеду. Ортопед изготавливает индивидуальные стельки для клиента, чтобы при ходьбе равномерно распределялось давление, и вот эти проблемы ушли. Тоже тут, наверное, стоит подчеркнуть, все-таки самый надежный и верный способ подобрать стельки ортопедические, это изготовить их индивидуально. Потому что я знаю, рынок довольно насыщен этой продукцией, но по индивидуальной, да, заказу это делать? Конечно, у нас же у всех разные проблемы, индивидуальная стелька не сможет их решить. То есть тут уже нужен индивидуальный подход. А параллельно вы начинаете работать с ногтями, со стопом, да, клиентов? Конечно, мы начинаем решать проблему, и если клиент рекомендации выполняет, да, он меняет обувь, либо там, кортопеду идет, то проблема решается довольно быстро. Так, по времени можем сориентировать, сколько обычно уходит на устранение таких проблем? Я понимаю, что опять-таки все индивидуально. Смотря какая проблема, да. То есть насколько там было запущено и так далее. Все верно. То есть от двух месяцев до года может быть. Ну и вот, собственно, опять мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Основа, да, всех этих проблем – это неправильно подобранная обувь. Все верно. Есть случаи, когда трудно подобрать, ну, очень трудно, особенно зимнюю обувь человеку, да, в обычном магазине. Тут что порекомендуете? Тоже индивидуальный заказ, наверное, только, да? Сейчас, да, рынок у нас наполнен разными видами обуви, но если сложно подобрать обувь именно человеку, да, под себя, то лучше сделать индивидуальную обувь. Сейчас такие тоже мастерские есть, и эта обувь прослужит долгое время, потому что чаще всего делают из хороших материалов. Не будет проблем со стопами. Я напоминаю, что мы беседуем с Екатериной Сусловой, это мастер-инструктор студии «Злобина Нейлс», и нам нужно напомнить, где и как получить более подробную консультацию. Студия находится по адресу Орловская, 20Б. У нас идет как онлайн-запись, так и можно позвонить по телефону и записаться к нам на услуги. Ну и в конце пожелаем всем хорошей, удобной и красивой одновременно обуви. Спасибо. Все верно, спасибо. Спасибо.